Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня расскажем, какую косилку для нашего участка мы купили. Участок у нас большой, травы на нем растет очень много. В прошлый сезон мы скашивали ее триммером. Но на самом деле для таких объемов триммером косить все-таки тяжеловато. Поэтому купили косилку. Но сейчас расскажу про нее и покажу в действии. И вот она, наша косилочка. Так, это у нас будет ящик для травы. Для пива. Серьезно, для пива. Ручка. Проводочки всякие. Кожужки. И сама косилочка. Какие у нее большие красивые колеса. Но основной принцип, по которому мы выбирали, это мощность. Высота покоса, поскольку участок неровный, чтобы она все-таки была достаточно высокая. Вот они какие большие колеса, которые для кривого участка очень даже важны. Ну, конечно же, хочется при этом более-менее демократичной цены. Ну, по сборке тут все достаточно легко должно быть. Присоединяем ручку. Закрепили ручки. Все подходит. Мы закрепили провод. С одной и с другой стороны. Крепим одну штучку. Не, правда оно как для пива какого-то стакана ставится? Ну, ты что, я же из-за этого и купил машину. Крепится этот чудный подстаканник шурупами. Еще забыла сказать, что одним из пунктов и критериев выбора был, это, конечно же, широкий захват. Что участок большой. И чем захват шире, тем, в общем-то, удобнее и проще со всем этим работать. Прикрепили травосборник. Здесь сбоку у нас сейчас демонстративно прикрепили такой, назовем ее, кожух, который позволяет траву на бок сбрасывать. Ну, конечно, нам удобнее будет все-таки работать с травосборником. А вот эта вот ручка чудная, она позволяет регулировать высоту покоса. Достаточно легко и удобно. Вот там видно такие выемки. Все достаточно удобно. То есть, если на маленьких косеках для этого надо ее как-то разбирать, менять высоту ножа, то здесь все очень просто. И прямо в процессе, если мы видим, что где-то нам надо скосить траву повыше, где-то пониже, в процессе, за ручку подергали. Ну, в общем-то, сделали так, как нам удобно. Вот она регулировка высоты в действии. Вот можно опустить и косить траву пониже. Ну, еще скосим на максимальной высоте, потому что участок еще достаточно неровный, поэтому и брали, чтобы можно было скашивать траву высоко. Ну, в общем-то, агрегат готов к работе. Осталось дело за малым. Вот штуку убрали сейчас. Заливаем масло и бензин. И косилка готова к работе. Теперь пробуем запускать. Ну, а теперь поехали косить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот и тестовый скашенный участок. Размер его приблизительно 25 метров в длину и 8 в ширину. Справились мы с ним, ну, отсело минут за 15. При том, что даже я, человек с временно ограниченными физическими способностями, опробовала эту технику, и даже мне это было достаточно легко. Ну, вот даже так на камеру видно, да, что участок неровный. Тем не менее, косилка прекрасно справилась. Быстро и легко. Вот там уже лежит свежескошенная трава, как мульча возле школки. И, в общем, что сказать, техникой мы очень довольны. Посмотрим, конечно, как дальше она себе покажет в эксплуатации. Но пока что зарекомендовала себя очень хорошо. И для нашего большого участка это будет очень хорошее подспорье. Вот там до конца где-то еще метров 65. Так что, как говорится, косить не перекосить. Конечно, здесь уже сидят виногратики. Это не такая площадка свободная, как ту, которую мы выбрали для тестирования. Но, тем не менее, здесь нормально организованы ряды. Так что тоже должно быть все достаточно быстро и достаточно легко. Но в дальнейшем тоже организуем какие-то ограничители, какие-то грядочки в рядах винограда. И тогда наша козьба станет еще легче. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!